Здравствуйте, я врач-эндокринолог, врач-диетолог Павлова Ольга Михайловна. Сегодня мы поговорим про грейпфрут. Полезен ли грейпфрут при диабете и при снижении веса? Многие пациенты думают, что грейпфрут помогает снижать вес. Правда ли это? Давайте разбираться. Если мы говорим про калорийность грейпфрута, то у грейпфрута действительно невысокий колораж. То есть на 100 грамм продукта содержится всего 30 килокалорий. Из них 0,7 грамм белков, 0,2 грамма жиров и всего 6,5 граммов углеводов. То есть на одну хлебную, средняя порция фруктов за прием пищи при диабете, мы себе можем позволить 200, даже чуть более 200 грамм грейпфрута. То есть достаточно такую хорошую порцию. Гликемический индекс у грейпфрута низкий и составляет всего 25. То есть грейпфрут, да, действительно, медленно повышает уровень сахара крови. С точки зрения фруктов это очень хороший гликемический индекс для фрукта. То есть по влиянию на сахар крови, на инсулиновый отклик, да, грейпфрут это хороший фрукт. Чем нам полезен грейпфрут? Грейпфрут содержит большое количество витаминов и микроэлементов в своем составе. В первую очередь это витамин С, витамины группы В, витамин Е, H, ПП, кремний, калий, магний, кальций, натрий, сера, фосфор, кобальт, медь, йод, железо, марганец, селен, цинк, хром и многое другое. Также в составе грейпфрута содержится большое количество клетчатки, большое количество фитонцидов, то есть природных антибиотиков. То есть грейпфрут он повышает иммунитет и противоопухолевый, и противовирусный, и противобактериальный. Также в составе грейпфрута имеются полезные эфирные масла. То есть грейпфрут он в целом полезен для нашего организма. Кому стоит употреблять грейпфрут? Грейпфрут положительно влияет на липидный спектр крови, то есть у людей со склонностью к повышению холестерина грейпфрут будет полезен. Также он улучшает работу иммунной системы, он борется со свободными радикалами, то есть он полезен с точки зрения сохранения молодости и красоты кожи, волос и ногтей. Также грейпфрут, да, он действительно низкоуглеводный из фруктов, то есть 6,5 грамм углеводов на 100 грамм для фрукта, это хорошее содержание углеводов. То есть при снижении веса и при диабете мы его можем совершенно спокойно употреблять в адекватных порциях. То есть 100, 150, 200 до 250 грамм за прием в пище мы его можем есть. Однако, важно помнить, что в составе грейпфрута имеется вещество фуранокумарин. Что оно делает? Оно при употреблении в больших количествах немножечко замедляет работу фермента в печени. Из-за этого, когда мы употребляем большое количество грейпфрута, то есть едим грейпфрут ежедневно, да, такими хорошими порциями, то при совместном приеме сильнодействующих лекарственных препаратов грейпфрут может замедлять выведение лекарственных средств. Из-за этого лекарственные средства начинают накапливаться в нашем организме, то есть эффект более сильный. Если лекарственные средства сильные, да, сильнодействующие препараты, то может быть токсический эффект. Поэтому, если вы применяете какие-либо сильнодействующие препараты, в том числе сильные сахароснижающие препараты, кардиологические препараты, да, которые мы часто при диабете пьем, то перед применением грейпфрута, особенно в больших количествах, мы советуемся с лечащим врачом. Если же никаких лекарственных средств мы не применяем, состояние печени в норме, слизистые желудочно-кишечного тракта целые, то есть у нас нет гастрита, язвы в стадии обострения, у нас нет чувствительных зубов, то пожалуйста грейпфрут в адекватных количествах, то есть количество около 200 грамм в первую половину дня, то есть завтрак либо обед, при диабете мы кушать совершенно спокойно можем. Так же как и при снижении веса. Идеально комбинировать грейпфрут с белком и с клетчаткой, то есть например в овощных салатах с курочкой, да, либо с мяском, либо например на завтрак съели яичницу, либо омлет, зеленый салат и после этого грейпфрут. То есть пожалуйста. По грейпфруту мы помним, что все фрукты и ягоды в пределах допустимых, то есть в пределах полезных мы чередуем, чтобы получать максимально полный спектр витаминов и микроэлементов. Больше информации о правильном питании при диабете вы узнаете в школе питания на сайте Ольга Павлова РФ. Будьте здоровы, питайтесь разнообразно и пишите о чем интересно услышать в следующих видео. Всего доброго!